Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами встречаемся на уроке алгебры. Вторая четверть, тринадцатый урок. Тема сегодняшнего урока – решение задач с помощью дробно-рационального уравнения. Сегодня на уроке поставлены следующие цели и задачи. Мы с вами повторим определение дробно-рационального уравнения и алгоритмы решения дробно-рациональных уравнений. Научимся решать задачи с помощью дробно-рационального уравнения. Итак, давайте, ребята, вспомним основное определение дробно-рациональных уравнений. Рациональное уравнение, в котором хотя бы одна часть является дробным выражением, называется дробно-рациональными уравнениями. Например, х плюс 4 деленное на 2х минус 1 равно х плюс 2. Давайте вспомним основные этапы решения текстовой задачи с помощью уравнения. Вначале мы с вами должны проанализировать условия задачи, определить известные величины от неизвестных, установить зависимость между ними, обозначить переменную одну из неизвестных величин и выразить ее через другие неизвестные величины, составить уравнение, исходя из условия задачи, решить уравнение, соотнести найденные значения корней с условием задачи, записать ответ соответствующую условию и смыслу задачи. Давайте вспомним алгоритм решения дробно-рациональных уравнений. Найти общий знаменатель для всех дробей, входящих в уравнение, умножить обе части уравнения на общий знаменатель, решить полученное целое уравнение и исключить из него корни те, которые обращают в 0 знаменатель дроби в заданном уравнении. Итак, наша первая задача. Знаменатель обыкновенной дроби больше ее числителя на 3. Если к числителю этой дроби прибавить 7, а к знаменателю 5, то она увеличится на 0,5. Найдите эту дробь. Решение. Пусть х – числитель обыкновенной дроби, тогда х плюс 3 – ее знаменатель. Увеличив числитель на 7, а знаменатель на 5, мы получим новую дробь. Так как по условию новая дробь на 1 вторую больше исходной составим уравнение. Х, деленное на х плюс 3, равно х плюс 7, деленное на х плюс 8, минус 1 вторая. Решение. Данное наше уравнение приведем к общему знаменателю, но при условии определения области допустимых значений для нашей переменной. Х не должно быть равно минус 3, х не должно быть равно минус 8. Приведя к общему знаменателю и раскрыв скобки, мы получим следующее выражение. 2х квадрате плюс 16х равно 2х квадрате плюс 20х плюс 42 минус х квадрате минус 11х минус 24. Приведя к подобию, мы с вами получим следующее приведенное квадратное уравнение. х квадрате плюс 7х минус 18 равно 0. Тогда по теореме, обратной теореме Виета, получим следующие корни. х1 равно 2х2 равно минус 9. По смыслу задачи удовлетворяет только корень х, равная 2. Тогда наша дробь равна 2 пятых. Ответ 2 пятых – это исходная дробь, которую мы с вами нашли. Следующая задача. Один из лыжников прошел расстояние 20 км на 20 минут быстрее, чем другой. Найдите скорость каждого лыжника, зная, что один из них двигался со скоростью на 2 км в час больше, чем другой. Решение. Пусть х км в час – скорость первого лыжника. Сразу задаем условие, что наша скорость не может быть отрицательной. х больше 0. Тогда х плюс 2 км в час – скорость второго лыжника. Первый лыжник 20 км прошел за время 20 деленное на х. Второй – 20 деленное на х плюс 2. Так как по условию второй лыжник затратил на 20 минут, а это 1 третье часа меньше первого, составим следующее уравнение. 20 деленное на х минус 20 деленное на х плюс 2 равно 1 третий. Проверяем область допустимых значений переменной. х не должно быть равно 0 и х не должно быть равно минус 2. Итак, полученное уравнение приведем к общему знаменателю. 3х умноженное на х плюс 2. 60 умножить на х плюс 2 минус 60х равно х умноженное на х плюс 2. Расскорываем скробки, приведем к подобию, получим следующее уравнение. Минус х квадрате минус 2х плюс 120 равно 0. Умножим обе части уравнения на минус 1. Получим следующее приведенное квадратное уравнение. х квадрате плюс 2х минус 120 равно 0. Тогда по теореме, обратной теореме Виета, корни наши равны х1 равен минус 12, х2 равно 10. Так как х1 минус 12 не подходит по смыслу задачи, значит х2 является нашим решением. 10 км в час – это скорость второго лыжника. Тогда скорость первого лыжника будет равняться 12 км в час. Ответ 10 км в час и 12 км в час. Следующая наша задача. Чтобы ликвидировать опоздание на 1 час, поезд на перегоне 720 км увеличил скорость, с которой он шел по расписанию на 10 км в час. Какова скорость поезда по расписанию? Составим нашу таблицу. По расписанию скорость, время и наш путь. Первая строка. По расписанию х – сама скорость. Время 720 деленное на х и расстояние 720. В действительности х плюс 10 он увеличил скорость. Тогда время равно 720 деленное на х плюс 10. Расстояние 720. Но по условию сказано, что время у нас затрачено было на 1 час меньше. Составим уравнение. Пусть х км в час – скорость нашего поезда по расписанию. Определяем сразу условие, что скорость натуральная величина, значит, х не может быть отрицательна. Тогда х плюс 10 – это км в час, увеличенная скорость нашего поезда. 720 деленное на х – это время, за которое должен был проехать поезд по расписанию. 720 деленное на х плюс 10 – это время, затраченное поездом в действительности. Получаем следующее уравнение. Так как по условию поезд затратил на 1 час меньше, чем должен был затратить по расписанию, наше уравнение выглядит следующим образом. 720 деленное на х минус 720 деленное на х плюс 10 равно единице. Область допустимых значений для нашей переменной – х не должно быть равно нулю, х не должно быть равно минус 10. Общим знаменателем выступает следующее выражение х умножить на х плюс 10. Приведем к общему знаменателю, раскроем скобки, получим следующее приведенное квадратное уравнение х квадрате плюс 10х минус 7200 равно нулю. По теореме, обратной теореме Фиета, получим следующие корни х1 равно минус 90, х2 равно 80. Корень х равный минус 90 не удовлетворяет условию нашей задачи. Тогда ответом является второй корень. Ответ 80 километров в час. Итак, рассмотрим следующий вид задач. Задачи на концентрацию вещества в растворе, сплаве, слитке и смеси. К равно М1 деленное на М умножить на 100%, где К – это концентрация вещества в процентах. М1 – это масса вещества, М – это общая масса. В текстовых задачах на концентрацию мы составляем уравнение по зависимости между абсолютной относительным количеством вещества. Рассмотрим следующую задачу. В водяном растворе соли добавили 100 грамм воды. В результате концентрация соли в растворе снизилась на 1%. Определите первоначальную массу раствора, если известно, что в нем содержалось 30 грамм соли. Решение. Пусть х грамм – первоначальная масса раствора. Мы с вами понимаем, что масса не может быть отрицательной. Значит, х должно быть больше нуля. Тогда х плюс 100 – это грамм массы нового раствора. Концентрация соли первоначально составила 30 деленное на х умноженное на 100%. Затем стала 30 деленное на х плюс 100 умноженное на 100%. Так как по словию концентрация соли снизилась на 1%, составим следующее уравнение. Итак, решение. 30 деленное на х умноженное на 100 минус 30 деленное на х плюс 100 умножить на 100 равно единице. Область допустимых значений для переменной х не должно быть равно нулю, х не должно быть равно минус 100. Общий знаменатель х умножить на х плюс 100. Приведем к общему знаменателю, раскроем скобки и получим следующее уравнение. 0,01х2 плюс х минус 3000 равно нулю. Решаем дискриминант. Получаем дискриминант, равный 121. Дискриминант больше нуля. У нас должно быть два действительных корня. Х1 равно 500, х2 равно минус 600. Получается, что второй у нас корень не подходит по условию смысла задачи. Ответ 500 грамм. Следующая задача. Задача на движение по реке. Давайте вспомним. Когда мы говорим о движении по реке, мы определяем скорость движения тела по стоячей воде, скорость движения тела по течению реки и скорость движения тела против течения реки, если рассчитывать, что тело имеет собственную скорость. Следующая задача. Турист проплыл на лодке против течения реки 6 километров, по озеру 15 километров, затратив на весь путь по озеру на 1 час больше, чем на путь по реке. Зная, что скорость течения реки 2 километра в час, найдите скорость лодки при движении по озеру. Заполним таблицу. Получим следующее. Скорость против течения реки х минус 2. Скорость по озеру х. Время против течения реки 6 деленное на х минус 2. Время по озеру 15 деленное на х. Расстояние по реке 6 километров, по озеру 15 километров. Пусть х километров в час – собственная скорость лодки. Х должно быть больше 2. Тогда х минус 2 километра в час скорость лодки при движении против течения реки. Время 15 деленное на х. Турист плыл на лодке по озеру. 6 деленное на х минус 2. Он плыл на лодке против течения реки. Так как по условию на путь по озеру он затратил на 1 час больше, составим уравнение. 15 деленное на х минус 6 деленное на х минус 2 равно единице. Область допустимых значений х не равно нулю, х не должно быть равно 2. Общий знаменатель х умноженное на х минус 2. Приведем к общему знаменателю, раскроем скобки и получим следующее приведенное квадратное уравнение. х квадрате минус 11х плюс 30 равно нулю. По теореме обратной теореме Вета получим следующие корни. х1 равно 5, х2 равно 6. Оба корня подходят по смыслу задачи. Ответ 5 км в час или 6 км в час. Задачи на совместную работу. В таких задачах у нас фигурируют величины, производительность, время и работа. Все эти величины связаны по следующей формуле. Работа равна произведению производительности на время. Задача номер 6. Две мастерские должны были шить по 96 курток. Первая мастерская шила в день на 4 куртки больше, чем вторая, и поэтому выполнила заказ на 2 дня раньше. Сколько курток шила в день каждая мастерская? Составим таблицу. Пусть вторая мастерская шьет в день х курток. х больше нуля. Тогда первая мастерская в день шьет х плюс 4 курток. Первая мастерская выполнила заказ за 96 деленное на х плюс 4 дня. Вторая – 96 деленное на х дня. Так как по условию первая мастерская работала на 2 дня меньше, составим следующее уравнение. 96 деленное на х минус 96 деленное на х плюс 4 равно 2. Область допустимых значений для переменных х не должно быть равно нулю, и х не должно быть равно минус 4. Общий знаменатель х умножить на х плюс 4. Приведем к общему знаменателю, раскроем скобки, приведем к подобию и получим следующее приведенное квадратное уравнение. х квадрате плюс 4х минус 192 равно нулю. Найдем дискриминат. Дискриминат равен 196. Дискриминат больше нуля, и у нас должно быть два корня. Итак, получаем два корня. х1 равное 14, х2 равно минус 16. Минус 16 не подходит по смыслу задачи. Значит, вторая мастерская в день шила 14 курток, а в первая мастерская 16 курток. Ответ – 16 курток в день, 14 курток в день. Следующая задача. При совместной работе двух кранов погрузку баржи закончили за 6 часов. Сколько времени потребовалось бы каждому крану отдельно для погрузки баржи, если известно, что первому крану для этого потребуется на 5 часов больше, чем второму? Составим таблицу. Итак, решение. Примем всю работу за единицу. Пусть х часов работы в час – производительность первого крана. Тогда 1 шестая минус х – это производительность второго крана. На разгрузку баржи первый кран потратил единица, деленная на х час. Второй – единица, деленная на 1 шестую минус х час. Так как по условию первому крану потребовалось бы на 5 часов больше, составим следующее уравнение. Единица, деленная на х, минус единица, деленная на 1 шестую минус х, равно 5. Область допустимых значений для переменной х не должно быть равно 0 и х не должно быть равно 1 шестой. Приведем к общему знаменателю, раскроем скобки и получим следующее квадратное уравнение. 30х в квадрате минус 17х плюс 1 равно 0. Дискриминант равен 169. Дискриминант больше 0 и у нас должно быть 2 корня. Получим следующие корни. х1 равно 1 второй, х2 равно 1 пятнадцатый. Первый корень и 1 вторая не удовлетворяют условию задачи, так как первый кран в этом случае разгружает баржу за 2 часа. Таким образом, кран разгружает баржу за 15 часов, а второй за 10 часов. Ответ 15 часов и 10 часов. Итак, ребята, следующая задача. Мастер на выполнение заказа тратит определенное количество дней, а ученик потратит на выполнение этого заказа на 10 дней больше. Работая вместе, мастер и ученик могут выполнить заказ за 12 дней. За какое время каждая из работы отдельно может выполнить этот заказ? Итак, наша таблица составлена. Определяем основные величины, дни и производительность. А теперь я объясню, как мы заполняли нашу таблицу. Пусть по условию задачи х дней затрачивает мастер на выполнение этого заказа. Тогда х плюс 10 дней тратит ученик на выполнение этого заказа. Производительность мастера – единица, деленная на х. Тогда единица, деленная на х плюс 10 – это производительность ученика. Зная, что вместе этот заказ мастер и ученик выполняют за 12 дней, составим уравнение. 1, деленная на х плюс 1, деленная на х плюс 10 равно 1 двенадцатая. Определяем область допустимых значений. Х не должно быть равно нулю, х не должно быть равно минус 10. Приводим к общему знаменателю. 12х умноженное на скобку х плюс 10. Проводим преобразование выражения. Раскрываем скобки, получаем следующее уравнение. Минус х квадрате плюс 14х плюс 120 равно нулю. Умножим обе части уравнения на минус 1. Получим следующее квадратное уравнение. Х квадрате минус 14х минус 120 равно нулю. Перед нами приведенное квадратное уравнение. Мы можем решить его через формулу дискриминанта для приведенного квадратного уравнения. d равно минус 14 в квадрате минус 4 умноженное на минус 120. Дискриминант равен 676. Дискриминант больше нуля у нас два корня. х1, х2. х1 у нас равно 20, х2 равно минус 11. По условию дни у нас не могут быть отрицательными. Получается, минус 11 не удовлетворяют условию задачи. Значит, мастер выполняет этот заказ за 20 дней, а ученик на 10 дней больше. Значит, он выполняет этот заказ за 30 дней. Ответ 20 дней и 30 дней. Следующая наша задача. Аквариум наполняется водой через две трубки за три часа. За сколько часов может наполниться аквариум через первую трубку, если для этого потребуется на два с половиной часа меньше, чем для дополнения аквариума через вторую трубку. Ребята, наша таблица. Смотрите внимательно. А сейчас я объясню, как мы заполняли нашу таблицу. По условию задачи х часов время заполнения аквариума первой трубкой. Тогда х плюс 2,5 часов аквариум заполняет второй трубкой. Скорость наполняемости аквариума первой трубки равна единице деленное на х. Тогда скорость наполняемой второй трубки равна единице деленное на х плюс 2,5. Зная, что вместе обе трубки наполняют аквариум за три часа, составим уравнение. Единица деленная на х плюс единица деленная на х плюс 2,5 равно 1,3. ОДЗ. Х не должно быть равно нулю, и х не должно быть равно минус 2,5. Общий знаменатель. Х умножить на х плюс 2,5. Приводим к общему знаменателю. Проводим операции преобразования выражения. Раскрываем скобки и получаем следующее квадратное уравнение. Минус х квадрате плюс 3,5х плюс 7,5 равно нулю. Умножим обе части уравнения на минус 1. Получим следующее приведенное квадратное уравнение. Х квадрате минус 3,5х минус 7,5. Тогда мы воспользуемся формулой дискриминанта для приведенного квадратного уравнения. Дискриминант равен p в квадрате минус 4х. Наш дискриминант равен 42,25. Дискриминант больше нуля и должно быть 2 корня. Итак, находим корни нашего приведенного квадратного уравнения. Первый корень равен 5, второй корень равен минус 1,5. Это значение корня не удовлетворяет условию задачи. Значит, получаем ответ. Через первую трубку аквариум можно заполнить за 5 часов. Ответ 5 часов. Итоги урока. Ребята, мы с вами повторили определение дробно-рационального уравнения, а также рассмотрели алгоритмы решения дробно-рациональных уравнений. Научились решать задачи с помощью дробно-рационального уравнения. До свидания, ребята. До новых встреч!